Идея, собственно, достаточно простая, связанная с тем, что сегодня стали появляться достаточно, ну, может быть, не очень большое, но на уровне вот этого, на фоне хайпа, связанного с блокчейном, криптовалютами, ICO и так далее, разговор о том, что давайте будем применять блокчейн в деятельности служб информационной безопасности, в частности, систем мониторинга и тому подобных решений. Вот, например, одна из новостей из деятельности Сбербанка, который применяет блокчейн для обмена информацией о мошенниках. Вот здесь как бы заголовок одной из достаточно свежих англоязычных статей, где говорится о том, что блокчейн – это очень классная идея для обмена информацией об индикаторах компрометации, рассылка фидов и тому подобные вещи. Ну и вполне понятно, что логично также задуматься о том, что если блокчейн – это некая распределенная база данных, то почему бы на блокчейне не построить базу данных-инцидентов и, соответственно, обеспечить все те преимущества, которые нам, возможно, дает блокчейн для решений, связанных с хранением вот этих небольших порций информации, карточек инцидентов, связанных с тем, чем занимается СОК, ну, либо служба информационной безопасности, если она не приемлет англоязычный термин Security Operation Center. Соответственно, классический вопрос – надо мне идти в эту тему, либо не надо? Стоит ли задумываться о блокчейне и смотреть в эту сторону? Вот буквально вчера в Твиттере наткнулся на картинку, которую я быстренько перевел на русский язык, которая говорит том, надо или не надо использовать блокчейн. Собственно, ответ здесь простой – если это не криптовалюта, не надо, если это криптовалюта, то тоже не надо. То есть это вот как раз такой некий юмор, который говорит о том, что сейчас про блокчейн говорит только неленивый, но при этом каких-то реально работающих проектов с точки зрения безопасности нет. Более того, когда мы говорим о блокчейне, многие до конца даже не понимают, а что такое блокчейн. Потому что очень часто подменяется термин блокчейн криптовалютой, наоборот, никогда. И если вы посмотрите кучу статей про блокчейн, они все начинаются с фразы там блокчейн, блокчейн, а потом на втором-третьем абзаце идет подмена про майнинг, про криптовалюты, про вознаграждение и так далее, и так далее. То есть люди заменяют одно другим, считая, что это синонимы. На самом деле нет. И когда мы заговариваем о термине блокчейн, как криптографически защищенная, распределенная транзакционная база данных, на самом деле это не совсем так. Если мы посмотрим, собственно, исходники или оригиналы про блокчейн, там не говорится ни про криптографию, ни про защиту, ни про распределенность как таковую. И про открытость там не говорится. Там совершенно другими термины описывается возможность применения той или иной схемы для решения разных задач. И вот эту схему пытаются натянуть сейчас на все, что угодно. В том числе и на распределенные базы инцидентов. Якобы считается, что это полезная штука. И более того, блокчейн вообще как бы и создавался. Ну, не создавался, а вот создан сам по себе для хранения, распределения, там обработки данных об инцидентах, об индикаторах компрометации, которые, собственно, представляют небольшие порции информации, которые легко засовывать в блоки. А технология блокчейна позволяет мне это объединять в цепочки, которые неизменные. И, соответственно, каждый хранит у себя копию этой распределенной базы для того, чтобы нельзя было задним числом подменить данные об инцидентах. И так далее, и так далее. Ну, на первый взгляд, действительно, очень много преимуществ в этой схеме есть. То есть, во-первых, якобы есть независимость. То есть, каждый может вносить данные об инцидентах. И, соответственно, у нас будет такая распределенная, реально распределенная база инцидентов. Все говорят про неизменяемость. То есть, если мы внесли данные в карточку об инцидентах, то дальше появились новые данные, новые карточки, которые попали в цепочку. И мы уже не можем удалить данные о прошлых инцидентах. Тем самым, злоумышленники не могут почистить следы своей там не санкционированной какой-то активности. Контроль доступа. Доступ к этой базе имеют только те, кто имеет ключи шифрования. Но в случае, если мы базируем блокчейн на криптографии, хотя я сейчас специально оставлю в стороне тему криптографии в России, потому что сразу возникнет тема наличия ГАСТа, лицензирование на разработку, сертификация и все остальные проблемы, задачи, челленджи, которые связаны с российской криптографией. Там очень много мы говорим про изменение транзакционных издержек. То есть, что это быстрее, что это дешевле. У меня отсутствует единая точка отказа. Соответственно, каждый может сам участвовать в процессе, формировать базу. Ну и, соответственно, это происходит гораздо дешевле и быстрее, чем с централизованным неким хранилищем информации об инцидентах. Отсутствие точки отказа упомянул. И отсутствие посредников, которые могут взимать деньги за свою деятельность, тоже якобы благополучно влияет на применение блокчейна в технологии хранения и обработки данных об инцидентах и в технологиях с Red Intelligence для распространения индикаторов компрометации, там, фидов и тому подобных вещей. Но если вот немного дистанцироваться от хайпа, от победных всяких статей о том, что блокчейн решил наконец-то все проблемы человечества и дальше можно начать просто жить счастливо, на самом деле картинка немного другая. К сожалению, первоначально иконка у меня была совершенно другая, поэтому я прошу прощения у некоторых людей, которые могут это воспринять на свой счет. Теперь давайте задумаемся касательно реальной пользы блокчейна при расследовании инцидентов. При регулярном обновлении карточки инцидента, а ведь туда регулярно вносятся новые данные, новые возможные индикаторы компрометации, информация об актерах и так далее, мне неизменность блокчейна, как корове пятая нога, она только мешает. Собственно, если у меня появились новые данные об инцидентах, то внести данные в прежнюю карточку я уже не могу. То есть у меня блокчейн здесь наоборот работает в обратную сторону, он мне только мешает регулярно обновлять на первых порах карточку инцидента. Если у меня используется блокчейн для рассылки индикаторов компрометации, то индикатор в отличие от сигнатур, от каких-то других вещей, имеет некую свое время актуальности. Сейчас он актуален, через неделю у меня какой-то IP адрес вылечился, он перестал рассылать спам вирусы, участвовать в ботнете и так далее. Соответственно, я индикатор компрометации, ну не то чтобы отзываю, но изменяю его статус на неактуальный. Как это сделать в неизменяемом блокчейне, также достаточно большой вопрос. Ну то есть это можно сделать путем создания, возможно, нового блока, новой записи, но это опять же немного притянутая за уши технология применения блокчейна. Соответственно, все блокчейн преподносит как некую открытую среду, открытый фреймворк, куда может присоединиться любой. Но при обработке данных об инцидентах мне любой не нужен. Наоборот, должен быть контролируемый круг лиц, которые имеют право создавать данные об инцидентах и получать доступ к этим данным об инцидентах. Поэтому открытость блокчейна опять превращает всю идею в некую тыкву и становится непонятно, зачем мне здесь блокчейн. Ну и, наконец, также блокчейн – это возможность отсутствия доверия к участникам, то есть некая анонимность, которая при введении базы инцидентов нам совершенно не нужна, потому что я должен знать, кто создал карточку инцидента, кто ее обновлял. И при рассылке индикаторов компрометации я тоже должен знать, от кого я получаю эти индикаторы, доверяю я этому источнику, либо не доверяю. Поэтому эта анонимность, которую мне дает блокчейн, она здесь совершенно бессмысленна. По крайней мере в том виде, в котором об этом все говорят. Если же мы реально посмотрим на то, что же из себя представляет исходный блокчейн, то мы поймем, что, во-первых, блокчейн не обязан быть децентрализованным. То есть он может быть и нераспределенным, а может иметь некую единую точку, с которой все начинается, единую базу, которая, собственно, может быть и вообще оставаться единой, не иметь никаких распределенных копий. Блокчейн не обязан быть открытым. По исходным статьям того же самого Сатоши не говорится о том, что он должен быть открытым. Он может быть абсолютно закрытым, с ограниченным числом участников и с единым неким надзорным или контролирующим органом. То есть идея равноправности участников, опять же, в исходных документах по блокчейну, она не присутствует. И вот здесь мы приходим к тому, что существуют разные типы блокчейна. Первый тип, о котором говорят все, применительно к криптовалютам, это открытый, публичный блокчейн. Но применить его именно в информационной безопасности совершенно бессмысленно, потому что, во-первых, мы не знаем о том, кто у нас подключается, и мы им не доверяем. А во-вторых, в открытом блокчейне зачастую схема, по крайней мере, в тех же самых криптовалютах и тому подобных вещах базируется на том, что у меня майнеров, то есть лица, которые участвуют в создании этих блоков, их как-то мотивируют, как правило, деньгами. А в случае с управлением инцидентами я ничем мотивировать не могу. То есть это не репутационные какие-то преимущества, это не деньги. И вот эта концепция открытого блокчейна в индикаторах компрометации, там, в threat intelligence, в базе инцидентов не работает. У меня, разумеется, есть еще так называемый закрытый блокчейн, блокчейн, причем он бывает как частный или закрытый публичный, как бы это смешно ни звучало на русский язык. Соответственно, закрытый частный, когда у меня есть некая точка, некий контролирующий орган, который, собственно, и определяет правила работы блокчейна. И в этом случае, там, если мы говорим про Россию, этим центральным звеном может быть Сбербанк, Центробанк, ФСБ или там НКЦКИ, ФСТЭК России, неважно. Но тогда возникает закономерный вопрос, а зачем мне здесь блокчейн, если у меня и так сейчас, грубо говоря, там через ЦБ идет информирование об инцидентах, через Финцерт, через Гособку, через НКЦКИ пойдет информирование об инцидентах и ведение базы инцидентов. Мне блокчейн здесь не нужен, и так все, ну, работает, либо будет работать в самом ближайшем будущем. Закрытый публичный или консорциум блокчейна ровно та же самая идея. У меня есть ограниченный круг участников, которые определили правила обмена информацией, и в этом случае у меня также это не совсем публичный блокчейн, и здесь возникает вопрос, а зачем мне вообще тот блокчейн? Потому что у меня опять же может быть, как известный клуб антидроперов и тому подобные закрытые структуры, где несколько лиц или несколько десятков, максимум сотен участников обмениваются между собой информацией по определенным правилам. Мне не надо здесь городить блокчейн, он ничего нового не привнесет, он гораздо эффективней не станет, или обмен информацией не станет от того, что я перешел на блокчейн. Поэтому, собственно, мы плавно подходим к такой некой блок-схеме о том, надо мне переходить на блокчейн с точки зрения управления инцидентами, либо использования блокчейна в рамках Threat Intelligence. И, как мы увидим, что реально в массе своих случаев мне блокчейн вообще не нужен на сегодняшнем этапе, потому что во многих случаях я и сейчас могу обеспечить тот же самый уровень эффективности без применения каких-то новомодных технологий, в которых еще надо разбираться и с точки зрения применимости, и скорости, и производительности, легитимности, и применения криптографии той же самой и так далее, и так далее. Там, если подытоживать, что мы увидим, что если речь идет о том, что у меня в информационном обмене об инцидентах ли, об индикаторах компрометации все равны, то там можно попробовать поиграться в блокчейн, но не в открытый, о котором говорят все, а в закрытый публичный блокчейн, когда у меня есть консорциум равных лиц, что в России, к сожалению, бывает далеко не всегда, есть кто-то, кто ровнее, чем другие. И, соответственно, второй вариант, если у меня есть центральный орган, контролирующий орган, регулирующий орган, будь то ЦБ, ФСБ, там, ВСТЭК и так далее, не важно, что это за орган, в конце концов, это может быть, там, Сбербанк, который привлекает к себе различных участников финансового рынка и готов делиться с ними информацией. В любом случае, это один контролирующий орган, здесь блокчейн также не нужен. То есть это совершенно избыточно. Поэтому, если мы посмотрим именно на российскую специфику, я не говорю про западную, там, может быть, и имеет смысл говорить о блокчейне в отдельных случаях, то в России, учитывая нашу централизацию, учитывая нормативку, которая есть и которая будет в ближайшее время, все будет делаться через некий центральный орган, через там центральный банк, через ФСБ и так далее. И, как следствие, идея блокчейна, она, конечно, красивая, безусловно. Она инновационная, она модная, но никакого эффекта она не дает. Поэтому, в качестве заключения, вот эта новомодная идея применения блокчейна при введении распределенной базы инцидентов, либо при обмене информацией об угрозах, об индикаторах компрометации, на самом деле, на текущем этапе развития соков в России, она совершенно бессмысленна. Ну и в качестве такого заключения, мне просто хотелось бы сказать, что это, наверное, тот пример, он очень удачный, на мой взгляд, потому что когда я два месяца назад подавался с этой темой, что вот я расскажу про блокчейн и так далее, я еще не думал, что у меня будет такой вывод, хотя примерно предполагал. Но я думал, что вот расскажем инновации, все дела, сейчас мы видим, что на самом-то деле и нет. Да, это инновационно, но в конкретном юзкейсе совершенно неприменимо. И вот так бывает очень часто во многих новомодных вещах, вот у нас не зря называется фьючерсок, то есть новомодные технологии, которые могут быть в конкретной ситуации, а может быть именно в вашей организации, неприменимы. И есть гораздо более простые, более эффективные, более экономически целесообразные способы решения исходной задачи. Поэтому не надо гнаться за хайпом, надо делать свою работу, оценивать то, что у вас есть, чем вас именно ваш подход не устраивает и под это искать какое-то решение. И может оказаться, что это решение обойдется вам гораздо проще, оно существует уже 10-20 лет по сравнению с новомодными вещами, которые через год уйдут в небытие и им на смену придет что-то новое. Вот в принципе все, что мне хотелось сказать по блокчейну. Сам себе вопросов я задавать не буду, но если у вас есть там вопросы, то их можно задать. Коллеги, есть у вас вопросы? Криптовалюта это хайп. К счастью, к теме соков никакого отношения не имеет, поэтому я бы на этот вопрос не стал отвечать, по крайней мере публично с трибуны, потому что, ну, к теме безопасности отношение очень далекое и поэтому готов ответить там свою личную точку зрения отдельно. Да. Алексей, вот вы говорили про… Красовский Павел Ростелеком. Вы говорили про блокчейн как базу данных, да, и единственное ее применение как базу данных – распределенный реестр. Но основная, собственно, идея лежит немножко не в этой плоскости, на мой взгляд, а в плоскости автоматизированной юриспруденции и смарт-контрактов. Вот. И в этой части, мне кажется, здесь большое применение, в том числе и в безопасности, так как и специалистов не хватает, и если мы настроим как-то правила таким образом, это понятно будет не сейчас, а через какое-то время, настроим правила таким образом, что кому-то условно, ну, например, ограничивают доступ, если произошли инциденты в нескольких компаниях, то это вполне себе имеет право на жизнь. Просто я бы не рассматривал блокчейн как именно распределенный реестр. Там под ним, под этой технологией много других интересных вещей находится. Я соглашусь, но я специально, когда задавал тему своей презентации, выступления, немного сужал до применения в конкретно в соках, в случае там с инцидентами, именно в соках, не вообще в безопасность. Понятно, что в безопасности блокчейн применяется широко и для цели identity, и проверка подлинности, и защиты интеллектуальной собственности, цифровые права и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, сейчас зачастую многие вещи можно решить гораздо проще и привычнее для многих. Учитывая, что специалистов по блокчейну в мире, имею ввиду настоящих специалистов, в мире практически нет. Я не говорю, что каждый человек, который выходит на ICO, считает себя специалистом, и потом убегает с деньгами незадачливых инвесторов. То здесь вопросов сейчас гораздо больше. Может быть, через года 3-4-5, когда эта тема уйдет с хайпа, пика на некое плато разочарования, а потом на плато продуктивности, можно будет вернуться к этой теме и поговорить о реальных проектах внедрения. Пока же каких-то серьезных проектов внедрения, которые в течение хотя бы нескольких лет доказали свою применимость, я не видел, по большому счету. И самое главное, на мой взгляд, сейчас, когда говорят про блокчейны, что там те же самые смарт-контракты, что они зачастую завязаны на криптографию и так далее, и так далее, обеспечивают мне определенный уровень гарантий, я еще ни от кого ни разу не услышал ответа на банальный, на мой взгляд, вопрос. Может быть, вот Алиман, к сожалению, ушел, представитель компании IBM. Что будет, когда тот же самый квантовый компьютер, еще одна тема из новомодных технологий, выйдет из разряда разговоров в реально работающий продукт. И тогда многие симметричные, да и асимметричные алгоритмы, в общем-то, пойдут не то, чтобы коту под хвост, но возникнут вопросы с их надежностью, стойкостью, и можно ли доверять им и той информацией, которая была защищена на их основе еще год-два назад. И вот на этот вопрос ответа мне никто не дает. Я еще ни от кого не услышал ответа, а что делать. Все говорят, ну давайте дождемся. Вот выйдут квантовые компьютеры, тогда поговорим. А вот что будет, если они выйдут завтра? Вот IBM уже говорит, что у них есть там 50-кубитовые, по крайней мере, в проектах, 27 работающие. И вот здесь очень много вопросов, на ответы, на которые нет. А раз ответов нет, то, может быть, проще пока не лезть в это хайповое болото, а заняться чем-то более реальным. А можно еще супер хайп? Это блокчейн на квантовой криптографии. Это супер хайп, я думаю, мы рассмотрим на следующем SOC-форуме. А сейчас мне хотелось бы передать слово Алексею Качалину, у которого доклад называется SOC 2025, который там по сути своей расскажет, ну не стоит, наверное, это рассматривать как видение самого Сбербанка примитно к своему SOC, а как размышления на тему, как будут развиваться SOC и какими они могут стать через 5-7 лет. Таким образом, вы можете